Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Подведены итоги работы Совета депутатов Ленинского района. Прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержались. Решение принято единогласно. Торжественная церемония награждения лучших сотрудников спортивной сферы муниципалитета. Хочу поблагодарить все спортивное сообщество, которое, вдумайте в цифру, вмещает в себя 50 тысяч жителей. Ты можешь больше. В четвертый раз мероприятие под таким названием проходит во Дворце спорта «Видное». Раз, два, три, четыре, пять, сто миллионов! Состоялось очередное 44-е заседание Совета депутатов Ленинского муниципального района. На нем обсудили шесть вопросов, два из которых касались внесения поправок в бюджет муниципалитета. Кроме того, на завершающем в нынешнем году заседании были подведены итоги работы Совета. 44-е заседание Совета депутатов стало знаменательным. Оно не просто последнее в нынешнем году, очередное оно завершающее для Совета депутатов района. Но началось заседание, как обычно, с решения важных для муниципалитета вопросов. Первые два касались внесения изменений в решение Совета депутатов в местный бюджет. Сначала рассмотрели бюджет на 2019-й и плановый период 2020-2021 годов. Предлагается увеличить доходы бюджета на сумму 295,9 тысяч рублей и заменить в подпункте А цифры 7,993,578,6 миллиона на цифры 8,4 миллиона 638 тысяч рублей. Таким образом, доходы увеличились, а расходы напротив стали меньше. В связи с чем, уменьшился и дефицит бюджета. Данный вопрос был предварительно рассмотрен на бюджетной комиссии, поэтому вопросов у народных избранников не вызвал. Прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержались. Решения приняты единогласно. Второй вопрос, касающийся бюджета на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов, предусматривает увеличение расходной и доходной частей. Станет больше и дефицит бюджета, но не превысит 10% установленных нормой бюджетного законодательства. Данный вопрос также был единогласно принят депутатским корпусом района. Следующим докладчиком стал заместитель главы администрации Ленинского района Альберт Гравин. Он озвучил вопрос об индексации компенсационной стоимости зеленых насаждений на территории муниципалитета. По данным Росстата, индекс потребительских цен за ноябрь 2019 года по отношению к потребительским ценам 2018 года составил 105,5%. Мы предлагаем рассмотреть и применить коэффициент 1,06 с будущего года. Депутаты единодушно поддержали данное предложение. К слову, за прошедший год в районный бюджет в виде компенсации поступило порядка 20 миллионов рублей. На заседании присутствовал глава муниципалитета, который сказал, что уходящий год был насыщенным, отметив последние важные события. Решили очень большое количество проблемных вопросов, которые долгие годы не решались. В частности, в системе здравоохранения. Мало того, что у нас третья хирургия сейчас ремонтируется активно, мы взрослую поликлинику на следующий год наконец-таки с четвертого раза поставили программу капремонта. Председатель районного совета депутатов Станислав Радченко также отметил, что в 2019 году у народных избранников было много работы. Мы сделали очень много и по наказам жителей, собственно, проводилась работа и по жалобам. И я думаю, что вот этот напор этого года в хорошем смысле, положительным, позитивным, мы, я думаю, сохраним и в будущем году. Впрочем, в будущем году Совет депутатов начнет работать уже в новом составе и в новом качестве. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. В районном центре культуры и досуга состоялась отчетно-выборная конференция территориального общественного самоуправления «Старый город». Одной из главных тем собрания стало подведение итогов работы организации за 10 лет. За это время сделано было немало. Помощь многодетным и малоимущим семьям, школам, интернатам, спортивным, детским и молодежным клубам и командам. Работа по сохранению исторического облика старой части города, благоустройство общественных пространств. Из последних наиболее значимых достижений «Старый город» выделяет возведение хоккейной коробки на улице Садовой. На улице Садовой мы 8 лет пытались, у каждой администрации мы просили, точнее предлагали за свой счет, своими силами поставить хоккейную коробку для бесплатного катания для детей. И вот все предыдущие администрации нам отказывали. Валерий Николаевич поддержал, начинание даже помог, там выровняли площадку асфальтом, подняли. И вот сейчас стоит малый олимпийский стандарт. Один из важных аспектов работы общественного самоуправления – тесная работа с властью. Поэтому неудивительно, что на конференции присутствовали представители администрации муниципалитета и городского поселения «Видное». Для нас удобно общаться с одной организацией, которая аккумулирует проблемы, приходит, мы общаемся, мы решаем, мы говорим, спорим, отказываем или даем добро, да, Александр Владимирович, либо-либо, но как бы вместе, услышав вас. Сейчас в организации состоит почти 700 человек. Они решают самые разнообразные проблемы старого города и его жителей. Ближайшие планы – приведение старого города в божеский вид, что называется, благоустройство улиц, ремонт крыш. Собравшиеся также обсудили актуальные вопросы, утвердили эмблему организации, приняли поправки в существующий устав и выбрали новых членов совета. Сегодня в нашей студии человек, которого знают многие видновчане. Это заведующий третьим хирургическим отделением Видновской районной клинической больницы, заслуженный врач России Василий Осокин. Здравствуйте, Василий Витальевич. Здравствуйте. Отделение, третье хирургическое отделение, которым вы заведуете, здание находится в Расторгуево. Сейчас там проходит ремонт. Расскажите, пожалуйста, как удалось этого добиться? Ну, наше здание было построено в 1968 году, и с тех пор в нашем здании практически не производился никакой капитальный ремонт. Поэтому этот вопрос решался очень давно и долго. В последние годы было даже немножко тяжеловато работать, потому что постоянно были сбои со всеми обеспечивающими жизненно важными. И с водой было, и с канализацией. И в последнее некоторое время протекала даже крыша. Поэтому неоднократно обращались к администрации Ленинского района и в Министерство здравоохранения Московской области. И благодаря усилиям удалось все-таки сдвинуть этот вопрос. И, в конце концов, с августа месяца этого года начался капитальный ремонт. Скажите, пожалуйста, на какой стадии сейчас находятся работы и как происходит контроль? В настоящее время практически заменены все коммуникации на втором, третьем этаже. Уже проведено новое практически отопление, установлены батареи. Сейчас производится укладка плитки на полу и в операционных. Когда можно ожидать уже окончания ремонта и возвращения в родные стены третьего хирургического отделения? Дело в том, что по графику запланировано на апрель месяц 2020 года. Но хотелось, конечно, чтобы это выполнено, работа была и раньше. Есть еще один важный вопрос, не менее важный. Это ремонт взрослой поликлиники города Видное, который тоже уже давно назрел. А какая ситуация сейчас с ней? Взрослая поликлиника была запущена в 1974 году. И с тех пор в ней практически в 2006-2007 году был выполнен косметический ремонт. Выполнялся с элементами капитального. И с тех пор ремонтов никаких не было. Проходимость в нашей поликлинике 750 человек в смену. Поэтому требовался, конечно, капитальный ремонт. Потому что так же не менялись ни коммуникации, ничего. Но благодаря усилиям также нашей администрации, две недели назад нашу больницу посетила исполняющая обязанности министра здравоохранения Московской области Огнева Екатерина Юрьевна. Она посмотрела состояние нашей поликлиники, и поняла, что нужно ремонтировать. Потому что ремонт в нашей поликлинике в течение четырех лет откладывался. Но она пообещала, что наша поликлиника будет включена на будущий год, в первую очередь, и надеемся, что это будет так. Ну, раз вопрос теперь контролируется на столь высоком уровне, мы уверены, что так оно и будет. Большое спасибо за важную информацию для наших жителей. А я напомню, что у нас в гостях был заведующий третьим хирургическим отделением Видновской районной клинической больницы заслуженный врач России Василий Осокин. Ленинский городской округ славится своими спортивными достижениями. Подводя итоги года, глава муниципалитета Валерий Венцель наградил самых трудолюбивых представителей спортивной общественности округа. На торжественной церемонии побывала и наша съемочная группа. Подробнее в сюжете Юлия Погасьян. В этом году Ленинский городской округ не раз фигурировал в новостных спортивных лентах информационных агентств. Спортсмены из нашего муниципалитета с достоинством защищают честь Московской области на федеральных и страны на международных соревнованиях. Нам есть чем гордиться. Евгений Рылов и Иван Гирев – пловцы, воспитанники оздоровительного центра «Дельфин». Видновская мотобольная команда «Металлург» – игроки женского баскетбольного клуба «Спарта-НК». И это лишь часть масштабной семьи округа. Я хочу всех поблагодарить за нашу совместную работу. Хочу поблагодарить все спортивное сообщество, которое, вдумайте в цифру, вмещает в себя 50 тысяч жителей, которые занимаются единовременно спортом на территории нашего муниципалитета. Благодаря вам, благодаря вашим достижениям и победам мы пропагандируем здоровый образ жизни. Мы стимулируем людей, чтобы они приходили и занимались различного рода видами спорта. Но представители власти не собираются останавливаться на достигнутых результатах. В округе продолжается строительство спортивно-оздоровительных объектов, чтобы еще больше людей имело возможность заниматься и профессиональным, и любительским спортом. Кстати, о последнем. Развитие массового спорта – одно из приоритетных направлений социальной жизни округа. Мы проводим и спорт океана городских и сельских поселений, продолжаем это. Проводим различные футбольные турниры. Ежегодно увеличивается количество людей и различных возрастных категорий, которые приходят в различные виды спорта. И сейчас хорошо у нас спорт подхватил проект губернатора активного долголетия. В рамках этого проекта в различных учреждениях округа открываются специальные секции для пожилого населения, где с ними занимаются профессиональные тренеры. Большой зал для занятий создан на базе дворца спорта «Видное». Спорт бывает разным. И танцы к нему тоже относятся. Хореографические коллективы Ленинского городского округа, так же, как и остальные спортсмены, показывают высокие результаты. Как в любом спорте, здесь тоже есть какой-то соревновательный процесс. И мы так же, как и остальные ребята, выступаем на различных фестивалях, на различных фоксах по городу. Нас приглашают, значит, мы хорошо танцуем. Спортивные итоги уходящего года подведены. Самые выдающиеся спортсмены получили свои награды. Но работа не заканчивается. Отдыхать некогда. Год грядущий готовит массу новых масштабных спортивных проектов и соревнований, на которых представителям Ленинского городского округа предстоит лишний раз доказать. Всегда и везде мы будем первыми. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. «Видное» ТВ. Во дворце спорта «Видное» состоялся большой районный праздник, приуроченный к Международному дню инвалида. Мероприятие «Ты можешь больше» проходит в муниципалитете уже четвертый год подряд и неизменно вызывает интерес у жителей. Побывала на мероприятии и наша съемочная группа. Фестиваль «Ты можешь больше» не случайно получил такое название. Более ста человек разных возрастов с инвалидностью и без показывали все, на что способны. На татаме и баскетбольной площадке, на сцене и за шахматной доской. Цель, конечно, напомнить обществу, что есть люди, которым не совсем просто в нашем привычном мире существовать, быть, что-то делать, привлечь внимание и сделать так, чтобы им все-таки было легче. И для этого на самом деле уже большие усилия прилагаются, в том числе и от администрации Ленинского округа. Традиционно в Большом зале Видновского дворца спорта были устроены четыре зоны. Первая под названием «Творчество», вторая «Красота». Третья зона получила условное название «Концертно-интерактивный», и в четвертой каждый желающий мог показать свои спортивные умения. Простора для творческой реализации здесь хоть отбавляй. Можно сделать подарок к наступающему Новому году своими руками, а то и принять участие в коллективном творчестве. Каждый пишет по желаниям, мы все это фотографируем, пожелания у всех бывают разные. Но самое интересное это было там «Я хочу сестру», например, или брата. То есть они так пишут, такие добрые все. Ну а если хочется максимально веселиться, нет проблем, причем тоже с пользой для здоровья. Те, кто принимал участие в организации мероприятия, отмечали, что праздник удался на славу. Впрочем, это было понятно всем, кто сегодня пришел во дворец спорта «Видное». Мы действительно стараемся сделать все, чтобы люди с ограниченными возможностями, как иногда говорят, не чувствовали этих ограничений, чтобы не было этих ограничений, чтобы они в полной мере могли заниматься тем, чем им хочется. Какой же праздник без концертных выступлений? И тут девиз «Ты можешь больше» также получил свое воплощение. Впереди Новый год, а значит, надо уже сейчас загадывать желания. А для этой цели на празднике присутствовал волшебник. Эта рыбка исполняет любые желания. Не, ну как любые, только хорошие. Плохие желания не исполняет. Но зато количество желаний не ограничено. Если желание сильное, то оно обязательно исполнится. Главное – верить, что ты можешь больше. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. На сегодня это все новости. Желаю вам всего доброго и до свидания.